Здравствуйте! Новости на телеканале Ахтуба в студии Игорь Морозов. Нарушение скорости на дорогах в Волгоградской области снова будут фиксировать при помощи видеокамер. Месяц назад эти устройства демонтировали и отправили на плановое ТО. Теперь тех средств и слежений вернулись на свои прежние места. Репортаж Антона Талпа. Буквально несколько недель назад вот на этом участке дороги можно было проехать куда быстрее, чем 60 км в час, и по большому счету выйти сухим из воды, не получив штрафную квитанцию о превышении скорости. Теперь же здесь все по-другому. Камеру-фиксатор вернули на место, впрочем, как и остальные по Волгоградской области. После непродолжительного отпуска дорожные камеры возвращаются к своей повседневной работе – фиксации превышения скорости. За месяц с небольшим устройством побывали на плановом ремонте и настройке точности. В настоящее время у нас 30 этих технических стационарных средств уже поверено и возвращено. Все остальные 12 находятся в стадии ремонта. Но могу отметить следующее, что на безопасность дорожного движения отсутствие стационарных технических средств в Волгоградской области не повлияло. Почему? Потому что передвижные технические средства, так называемые треноги в простонародье, они осуществляли контроль за безопасностью дорожного движения. Передвижных камер хватило, чтобы дорожную ситуацию держать под контролем. Впрочем, некоторые водители даже не обратили внимания на отсутствие фиксаторов скорости. Заметили, что камеры отсутствовали стационарные? Что-то не обращают. Не обращают внимания. Я вообще не обращаю внимания. Да я как-то так не езжу. Ну, медленно особо. Я не разгоняюсь там в пределах. Больше 60, ну, 70. Так больше не разгоняюсь, поэтому мне это не волнует, что есть, что нет. Одни соблюдают, другие нарушают. Ежедневно в Волгоградской области инспекторы ГИБДД выписывают примерно по 9 тысяч штрафных квитанций. Если говорить об общей статистике, в регионе с начала этого года хотя бы раз правила нарушил каждый пятый автомобилист. Это действительно ужасные цифры. И могу сказать, что за 5 месяцев у нас вынесено около 300 тысяч постановлений. Основная причина у нас дорожно-транспортных происшествий – это в основном при вытешении скоростного режима. Учитывая такую статистику нарушений, областные инспекторы ГИБДД заговорили о необходимости увеличения числа дорожных фиксаторов. То, что региону нужны дополнительные камеры – это очевидно. Вот только вопрос в том, как скоро они появятся на дорогах. Антон Талп, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».